Всем привет дорогие друзья, с вами Смололикс, и сегодня я вам покажу, как сделать очень хороший рендер. Я предупреждаю, если у вас ПК, ну какой бы он там мощности бы не был, ну или какой-нибудь слабости, ну главное с вентиляторами, то вы можете смело делать супер рендер. Ну а если у вас ноут, каким бы он просто супер мощным бы не был, то всё, Майн Эматор штука не для вас, просто выкидывайте её. Не важно там вы будете ныть или не ныть, просто выкидывайте её. Всё, Майн Эматор вам с таким рендером не светит, а если ты не хочешь слушать эту болтовню, перелистай видео на этот тайм-код. Поэтому сразу говорю, лучше просто имейте какой-нибудь ПК. Вот у меня ноут, и мне приходится ждать мощного рендера в 8 часов, когда у меня бешено кипит ПК, который вот-вот превратится в лаву. Ну не в прямом смысле, конечно, но всё же, просто начинает мой ноут кипеть. Но ничего страшного мне, я уже натерпелся. Ну а мы начинаем. Нажимаем Брауз, если у вас какие-то проекты, которые вы скачали там, но у вас они не появились тут-то, и выбирайте их, если у вас появились тут-то, нажимаем на них, а если у вас нету проекта или вы хотите создать на новом, нажимайте на кнопку New Project. Создаёте New Project, точнее новый проект, Create New Project. Отлично, создали. Версия, если что, 2.0.2. Переходим в верстак, как мы видим, написано в Open Workbench. Заходим в верстак, и ищем тут сценари. Import from the world. World Selection, не Visi World. Если что, этот мир у меня так называется. Вы можете взять абсолютно любой, который по вашему вкусу. Берём, ставим Large. Не обязательно вот эти горы всякие. Вы сейчас скажете, что у меня всякая дичь какая-то получится, или типа того. Всё равно не границы мира будут видны вот так. Знаете, что можно сделать? Просто берём мир, Вот ищем Project Properties и Environment. Да, у меня ноут начал сейчас кипеть, точнее нагреваться. Открываем fog, точнее туман. И дистанцию выставляем на вот такую. Да, дистанция такая вот нормальная для такой карты. Разве вы согласитесь, нормально же? И вуаля! Переходим сюда. Далее включаем Full Render, чтобы всё видеть, как нам нужно. Посмотрите, как сейчас это выглядит. Смотрите, нажимаем на Project Properties. Sky меняем на вот такой. Сейчас скажу зачем. Облака вы можете убрать, если вам не нужны. Я вот лично уберу, потому что они мне реально не нужны. Итак, на чё нажимаю я дальше? Нажимаю на Wind. Пускай у меня Speed будет на 100%. И листья у меня будут вот так вот шелушиться. С ними всё нормально. Так, видим, пока ничего не изменилось. Далее нажимаем на этот мир. Material. И ищем именно Surface Properties. Что важно. Видите? Wrong Glass и Metallic. Wrong Glass. Видите? Он что-то не то делает с проектом. Странно, непонятно, да? Выставляем его где-нибудь на 41. Переходя в Project Properties. Теперь вы можете установить любое время для вас подходящее. Для меня лично вот такое время подходящее. Теперь Strange я меняю, например, на 150. Хотя можно и на 200 поставить. Вот на 200 самое нормальное. Если вы хотите яркий свет. Устанавливаем, например, вот такое. Rotation тоже можно изменить. Какую сторону. Но давайте пускай у меня останется на дефолте. А точнее слегка подальше от дефолта. Давайте где-нибудь такой. И Time мне придётся слегка изменить. Потому что действия будут происходить в такое время. Вы скажете, что это самый тупой рендер. Но подождите ещё время. Самое сейчас я покажу то. Вот то, что самое важное из этой части видео. В Render Settings ставим Custom. Вот это врубаем. Это врубаем. Смотрите, картина уже какой стала. Это ещё не всё. Light Monogament. Tonneb Mapper. Выставляем. Чё вам нужно? Для меня самый подходящий это Академия Ацесс. Посмотрите, как это выглядит. Вы сейчас скажете, до сих пор у меня какая-то дичь выходит. И теперь я выставляю время, на которое вот именно мне нужно было. Посмотрите, что с картиной. Было. Стало. Итак. SkyBackground. Можете поменять под свой вкус. Но это для меня не нужно. Тут у меня всё нормально. Захожу обратно в Render Settings. И теперь смотрите. Glow. Пускай у меня будет вот такой. Вот смотрите, как уже это красиво выглядит. Intensity. Да. Intensity. Можете выставить под свой вкус. Я лично выставлю его вот так вот. И радиус тоже. Выставлю вот так вот. Для меня нормально. И самое вот просто вот то, что вот вам просто это вот нужно для хорошего рендеринга. Это вот эта вещь. Это вот эта вещь. Посмотрите. Картина стала более прекрасной. Но у меня компьютер. Но у меня ноут стал горячим. Всё супер просто. Видите? Blur Quality. Вы можете выставить как вам нужно. Я лично давайте выставлю вот так вот. Shadows. Пускай будут. Пускайте. Если Shadows у нас есть. Посмотрите, как оно выглядит без теней. Как-то плохо, да? А вот с тенями отлично. Что же я тут такого пропустил? Что же я сделал тут не так? А именно. Вот она. Reалистик ставим. Opacue Leavis. Нажимаем вот так. Water Reflection. И самое просто вот то, что вот реально вот для супер рендеринга. Это вот эта вкладка. Ребята. Ребята, признавайтесь, вы тоже это искали. Вы очень долго это искали. Вот признайтесь. Смотрите. Посмотрите, что она делает. Просто посмотрите на это. Вот ну... Красиво же, да. Посмотрите. Как это красиво выглядит. Что за картина такая красивая? Вы можете подстроить под свой вкус, естественно. Вас это не заставляю. Что хотите, то и делайте. Вот. Reaction. Можно Edge поменять. Для меня лично вот такой вот нормальный. Вот ну как-то так. Смотрите, это же красиво выглядит. Рендеринг у нас удачный. Ну а теперь я сейчас поставлю тайм на какой-нибудь вот такой. Рендеринг у нас удачный. Рендеринг у нас удачный. Это если что, для тех, кто хочет особо яркие серии такие делать. Чтобы люди думали, что это сделано в Беллендере. Посмотрите на это. Ну вот разве это не красиво? Вот посмотрите. Вот в Майноматоре вот такое сделать. Да, конечно, будут вот такие вот помехи, но всё же, посмотрите, это же круто, когда всё вот так выглядит. Вы можете, конечно, уменьшить это, например, поставив на 500. Давайте посмотрим. А именно, нам не хватает огня. Да, если у вас что-то связано с войной, например, как у меня тут сейчас, то с огнём. Берёте огонь. Кстати, да, чтобы сделать ещё красивее, а точнее дополнить свой мир, нажимаем на Аперорансы и Show Backface. Если мы поставили Show Backface. Полная текстура, полная текстура изнутри. Тут полная текстура, да. И теперь смотрите, у нас есть такой огонь. Смотрите, что мы можем сделать. Сделать его вот таким. Смотрите просто, он как красиво выглядит. Glow, Only Render Glow. Это разве вот не прекрасно вот... Посмотрите, вот такой огонь в Майнкрафте. Но знаете, что надо сделать? Mix Press and выставить. Glow Color? Вот такой. Вот такой. Blend Color? Вот такой. И посмотрите. Этот огонь со всех сторон. Это не 2D огонь. Или что-то ещё. Это реальный огонь с двух сторон. А теперь можно убрать Only Render Glow. Mix Press and врубить, например. И Glow Color. Вот так сделать. А потом врубить опять. И теперь, когда мы выставили именно вот так всё, мы можем зайти в Material. А точнее, Scale. И выставить огонь вот таким. Далее вот таким. И вот таким. Вот это разве не прекрасно? Смотрите, какой огонь. Вот это... Вот это вот разве огонь Майнкрафта? Это огонь Майнкрафта или что? Я не пойму. Но... Тут есть свой минус. Если мы подвинем, например, тень, то смотрите, что с огнём. На месте он у нас остаётся таким же. А? Хотите, я вас... Ммм. Ничего не бойся. А точнее, не удивлю. Вам будет не по себе после этого. Если мы сейчас выставим вот так вот всё. И там выставим вот, например, вот так. У нас, в принципе, ничего не изменяется. Всё нормально. Только странно, как я это сделал тогда. Получается... У меня получилось сделать нормальный огонь. Ну, смотрите, что тут не так. Видите? У нас тут даже эти... Показываются в виде радуги, типа этого. Если вы хотите сделать без этого всякого, вы можете сделать, кстати, вот так. Чтобы заменить ему цвет огня, если что. Вот так, например, можно сделать. Типа вот такой огонь. Чтоб был. Нажалер, давайте поставим вот таким экстрактом. Давайте хексом поставим ему. Поставим, давайте, ему жёлтый. Жёлтый огонь. В принципе, огонь вот такого цвета. Мы сделали отличный огонь. Да, ребята. Смотрите. Вот здесь я как всё беру скейл. Копирую его. Вставляем его сюда. Ctrl-V. И теперь посмотрите на этот огонь. Какой же он стал красивым. Каким же он красивым стал. Это просто супер. Это прелесть. Это реальная прелесть. Но нам сейчас теперь нужен нормальный огонь. Который более яркий. Делаем его вот таким. И всё, ребята. У нас готов самый настоящий огонь. Да. У нас в прямом смысле сейчас есть огонь из реальной жизни в Майнкрафте. Ребята, в Майнкрафте, понимаете? В Майне иметь вот такой огонь. Это что? Это просто что? Вот скажите. В Майне вот такой огонь. Реалистичный. Может, ещё дым? Точно таким сделать. Например, давайте сейчас. Я точно так же сделаю с дымом. И... Так. Упейсить. Вот так. Вот так. И готово. Посмотрите просто на это. Вы вот когда-нибудь видели в Майнкрафте такое? Такое можно просто сделать только в Блендере или в Source Filmmaker. Но я сделал это в Майнуматоре. Ребята. Такой урок рендеринга у нас сегодня был. Надеюсь, это видео наберёт очень много просмотров. Потому что я сделал такую информацию, которая подойдёт очень прям многим людям, которые хотят заняться анимацией. Вот такой рендер у меня сейчас получился. И да. Сейчас я беру блюр текстур. И сделаю слегка вот так. Чуть-чуть сделаю вот так. Вот так. В принципе, нормально. Глоу колор надо поменять на белый. И уже у нас огонь будет нормальным. Да, знаете почему вот так происходит сейчас? Потому что у нас врублены блюры типа. Вот такие вот. Но знаете, огонь вам придётся увеличивать. Если вы делая вот так, он у вас становится вот таким. Давайте-ка я попробую на расстоянии его увеличить так. Чтобы он... Давайте я попытаюсь его увеличить так. Чтобы он у меня... Ну, я сейчас сделаю его вот таким. Попытаюсь его сделать. Вот, наконец-то у меня чё-то получилось. Короче, огонь будет у вас таким. Но вы можете убрать от него glow. И он у вас станет вот таким. Поэтому glow убирать не надо. Only render glow, если вы уберёте, то у вас он станет тоже таким же. Поэтому лучше с таким огнём не надо шутить. Но, ребята, вот такой огонь у меня получился. Я... Уже даже можно понять, где можно использовать его. Но, ребята, такой огонь я использовать не буду, конечно. Я буду использовать по типу обыкновенного огня Майнкрафта. Слегка таким именно сделать огонь. Но, ребята, если вам понравился данный ролик, не забудьте подписаться на мой канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok